Вот вы где! Наконец-то вас нашла! Сегодня Дехе тоже не ранена. Ранена? Кто ранен? Вы меня недооцениваете. А ты уже приноровилась к новому мечу. Вообще-то это странно. Сегодня вдруг оказалось, что я к нему уже привыкла. Ой, откуда вы знаете, что я поменяла меч? Я никому не говорила. О, давай-то и объясняй. Пайман уже скамену набила. Хм, на самом деле можно Дехе все и не объяснять. Можно сразу перейти к самому главному. О, а так куда лучше. Ты вдруг наловчилась управляться новым мечом, потому что... Мы уже множество раз прожили этот день. Только каждый вечер мы лишаемся воспоминаний. Да что с вами случилось, пока у меня не было? Вам какая-то секта мозги промыла? Ай, не бери в голову, а просто поверь на слово. Ладно, я поняла, о чем. Мое тело привыкло к новому клинку, только я этого не помню, да? Да, твоя память стирается каждый день. Я не могу с вами согласиться. Подобное просто невозможно. А? Это еще почему? Если каждый день это Сабзирус, но мы все просто не помним, то как же использованы вещи, потраченные деньги, а съедена еда? Тогда и мой кошелек давно должен был опустить. Разве я могла бы не заметить? Об этом я тоже подумал. За всем стоят мудрецы. Если они использовали ресурсы всего города, а также информацию, предоставленную Акаши... А ведь если использовать записи Акаши о том, кто и что делал, да еще ресурсы всего города, чтобы все восстановить. Звучит невероятно, но это возможно. Невозможно, я вам докажу. Докажешь? Как? Ай, вы с таким серьезным видом обсуждаете такую чушь? Что ж, я вам подыграю. Идите за мной. И вы, госпожа Дуэль Зазада, тоже. Тут пока небезопасно. Потому что это все иллюзия. Мы спим. Пайма не верится, что Духья может нам что-то показать. Два дня назад мы ее водили смотреть на Дуэль Зазаду. Это все сон. То, что мы видим, это все сон. Мы спим. Это иллюзия. Нам вот прямым текстом... Хотя, блин, ну мне это, конечно, со стороны легче сказать. Сделать выводы. А вот им внутри, конечно, да, это проблемно. Вот. Это что он? Тренировочный манекен? И что с ним не так? Видите, отметина. Это результат нескольких дней тренировок. Не стану же мудрецы каждый день его менять. Но почему тогда я его еще не разломал, а щепки? Верно. Но если они его все-таки меняют... Но тогда мудрецам пришлось бы каждый день наносить на новый манекен, наставленный мной отметины. Да, я продаю свои навыки, но я все-таки воин. В моей школе боевых искусств всегда уделяют внимание контролю. Сила, угол и точка входа каждого удара рассчитаны и продуманы. Вот почему я помню каждого отметина на манекене, а также свое душе на состоянии, когда наносила каждый удар. Как говорится, у каждого мастера свой уникальный стиль, и даже один из тот же мечник не может нанести один и тот же удар дважды. Скопировать эти отметины совершенно невозможно. Невозможно? А что, если они вырезаны, и каждый отметин какой-то причудливой машины? Говорят, что снимок фотокамеры никогда не заменят пейзаж, написанный художником, потому что снимок без душа. Вот и здесь такая же история. Я с первого взгляда отличу механически вырезанную отметину от результата тренировок. Логично, кажется, нам придется отказаться от этой версии. Но у вас больше не осталось сомнений. Это же та игра, вырежи в вираже разума, что нынче популярна среди мудрецов, да? Она такая увлекательная, оказывается. Ну что ж, время уже позднее. Я провожу госпожу Неразаду к Нилу. Увидимся. И мы снова вернулись в исходную точку. Получается, теория состояния памяти не работает. Но хотя бы у нас есть какие-то некие промежуточные выводы, да? Мы не во временной петле и не в реальном мире. Угу, так и есть. А сейчас у нас какие-либо новые идеи. Дай-ка подумать. Мне вдруг показалось, что тут что-то не так. Не так? А по-моему, кажется, что в последнее время все не так. Почему мы не попробовали уйти из города? А, уйти из города? Такое простое решение не пришло нам в голову. Мы проверим, застряло ли время за городом, и это многое объяснит. Невероятно. Мы не подумали об этом, потому что зациклились на одной теории. Или, может быть, слишком устали. Да, это очень странно. Нужно было сразу об этом подумать. Почему бы нам не вернуться и не спросить Нахиду о том, как выбраться из города? Может быть, мы что-то упустили? Хм. Мы не сможем выбраться из города, потому что... Ну, не могли мудрецы продумать такую огромную локацию. Весь мир целый продумать не могли. Потому что за пределами Сумеры, территории Сумеры, неважно город, скорее всего, всей Сумеры, нету этого какого... Вот этой каши не используют. Так что вся территория, которая у нас есть, она ограничена с городом. Нахиду, мы вернулись. Сегодня вы рано. Неужели что-то придумали? Можно так сказать? Мы уверены, что время не зацикли, что это нереальный мир. Но у нас навозникли новый вопрос. Что будет, если мы выйдем из города? Мы же еще не пробовали выйти из города, да? Выйти из города? Насколько я помню, вы пораз упоминали об этом. Мы говорили об этом? А что потом произошло? Что мы сказали, когда вернулись? Дайте подумать. Кажется, вы никогда не упоминали о том, чем все закончилось. Ох, нет, вы никогда не возвращались в тот вечер, когда выходили из города. Но вы немало ночей провели на ногах, так что я не придала этому значения. Это правда, что порой за расследованием мы забывали о времени, и не замечали, что уже наступил новый день. Но никто из нас не помнит, чтобы мы выходили из города. Правда, это странно. Теоретически, вы должны были вспомнить все, и я пробудил все ваши воспоминания. Может быть, в этом и кроется разгадка? Да, что-то подозрительно. Завтра мы во всем разберемся. Бип. Бип-бип. Бип-бип. Память вернулась. Давай сегодня попробуем выйти из города. Это, ну, как бы тебе объяснить? Что ты хочешь сказать, Пайма? Путешественница, кроме воспоминаний, которые к тебе вернулись, я хочу передать тебе еще кое-какую информацию. Передать? От кого? Ты послушай, и сразу поймешь. Пути назад нет, слишком много пространств. Наш Сабзирус лишь одно из них. Это же мой голос. Иштар, у тебя двудневный провал в памяти. Пайма сейчас тебе все расскажет. Два дня назад. Пришло время осуществить вчерашний план. Давай сегодня попробуем выйти из города. Давай же, идем. Поговорите с Нахидой. Отправляйтесь за городским воротом и найди способ выбраться из города. Ти-ёпсиль-мопсиль. Когда же все это дичь же закончится, а? Почему нельзя выходить из города? Это снова проделки академии? Это не меня, нужно спрашивать. Я ничем не могу помочь. Это прямое указание великого мудреца. Подожди до завтра. Ну и очень спешу. Груз уже прибыл в Порто Ормос. Если я не потороплюсь, его просто-напросто украдут. Это твои проблемы. В следующий раз заранее отправляй запрос. Ух, но в торговле многое сложно предугадать заранее. Кажется, сегодня академия приказала закрыть город. Неудивительно. Давай-ка спросим. Господин стражник, почему нельзя выходить из города? Только что она его отослала тут опять. И чего ты меня спрашиваешь? Я сам не знаю. Мы получили приказ никого не выпускать и не выпускать. Я больше ничего не сказано. Конечно же, академия не станет делиться с ними своими замыслами. И нечего тут языком молоть. Была бы мне известна внутренняя информация, стал бы я тут стоять на дурацком посту. Кажется, он и правда ничего не знает. Если мы не можем ничего о него узнать, то давай поступим проще. Найдем место, где можно перелезть через стену. Ведь у стражников не тысяча рук и сотня глаз. Вот тут хорошее место. Вроде бы стражники нас не заметили. Давай-ка поторопимся. Пайман, останься здесь. А? Почему? Ты хочешь бросить Пайман? Наши воспоминания могут измениться, если мы выйдем из города. Один из нас должен остаться с этой стороны в качестве свидетеля. Но если что-то пойдет не так, как же Пайман тебе поможет? Уф, Пайман знает, что Пайман и помочь-то особо не может. Но мы ведь всегда вместе. Если мы пойдем вместе, то получится как раньше. Ладно, Пайман тебя дождется. Только ты побыстрее возвращайся. Одна нога здесь, другая там. Ладно? Ладно, ладно. И поосторожней там. Угу. И все. А? Воспоминания. Давай сегодня попробуем выйти из города. Иштар. У-у-у-у. А? Иштар-то не помнит. Она ушла и вообще в ее память пропали. А Пайман-то помнит. Пайман, что случилось? Пайман думал, он больше никогда тебя не увидит. Ты просто исчезла. Пайман так долго ждала тебя у стены, а тебе все не было. Ты же обещала, Пайман, что только посмотришь и сразу вернешься. Обещала? Успокойся, Пайман. Она уже здесь и совершенно ничего не понимает. О, ну и пусть. Пайман хотел вчера пойти тебя искать, но ты не разрешила Пайман покидать город. Пайман растерялась. И до самого вечера волновалась и боялась. Хоть я и не помню, что сделала, но прости, Пайман. Я тебя никогда не брошу. О, ладно, Пайман тебя прощает. Главное, что ты не исчезла. Пайман так боялась, что ты попала в другой мир. Ладно, пусть Пайман расскажет нам, что на ее взгляд произошло вчера. Пайман рассказывает о вашем вчерашнем плане. Значит, вы решили использовать две точки зрения. А потом Иштар вышла из города. Пайман следила за ней взглядом, но она вмиг исчезла. Потому что все, территория закончилась. Участок этой, как его, симуляции закончился, походу. А ты не ошиблась? Может, ты просто отвлеклась? Нет, нет, Пайман не сводила с тебя глаз. А что насчет тебя, путешественница? Ты совершенно ничего не помнишь? Да, я даже не знаю, существовал ли вчерашний день. Теперь мне все ясно. Оба раза, когда вы пытались покинуть город, вы напрочь теряли свои вспоминания о предыдущем дне. Значит, когда мы выходили из города, наша память стиралась. Они не только запретили входить в Сумиру и выходить из города, но и стирают память покинувших город. Кажется, за городом прячут какую-то тайну. Но так мы никогда не узнаем, что за стенами города. Если память стирается, если мы могли принести что-то извне, например, какое-то сообщение, но как его передать? Не смотри на меня так. Я не привыкла к пристальным взглядам. Ох, ладно, ладно. Получается, вам нужно как-то передать сообщение? Дайте мне подумать. А вы пока присмотрите задунья Арзаны. Да, вот так вы сразу. Кстати, у меня вопрос возник. А зачем пойман ноги, если фона летает? Блин. Готово, забирайте. А, это терминал Акаши? Я лишь слегка его изменила. Терминал Акаши раньше мог передавать информацию, а я сделал так, чтобы он мог подключиться к любому узлу. Чтобы сделать что-то вроде этого. Нахида, ты действительно знаешь Акашу как свои пять пальцев? В любом случае, мы можем его использовать, чтобы записать сообщение, верно? А? Я помогу вам сохранить сообщение. Он должен быть довольно прост в исполненном. В итоге я не могу гарантировать статус пользователя и покрытие сигнала за пределами города. Пока не попробуем, не узнаем. По крайней мере, мы перехватили инициативу. Стоит попробовать. Вперед, разоблачим этих коварных мудрецов. Думаю, тебе нужно остаться. А? Ладно. Пайма уже не так страшно с тобой расставаться, потому что вчера это уже случилось. Но Пайма все равно еще не привыкла к такому. До завтра, Пайма. Ладно, до завтра, Иштар. Блин, мне реально вот сейчас начал мозг-то клинить на вопросе, зачем Пайма ноги слепо налетает? Блин, вот и все, что произошло до сих пор. Так это сообщение оставалось сама за стенами города? Да, сигнал был с мехами и прерывался, но нам удалось получить два сообщения от тебя снаружи. Ладно, теперь ты знаешь, что происходит. Давай вместе послушаем сообщение. И че? Пути назад нет, слишком много пространств. Наш Сабзирус лишь одно из них. Я вошла в другое пространство. Передо мной предстали текучие песчаник и воющие рыбы. Невообразимое фантастическое зрелище. Все эти пространства пустые, за исключением редких, в которых вместо людей немые куклы. Не чувствую никакого человеческого присутствия. Это все симуляции. Симуляции в этом Вакаши. Виртуальное пространство, типа. Как интересно. Получается, ты покинула пространство Сумиру, как только вышла из города. Но когда Пайман смотрел изнутри, все выглядело очень нормально. Это просто невероятно. Судя по другим словам, другие пространства такие чудные. Здесь еще конец есть. Я получил его только вчера, поздно вечером. Эти пространства исчезали одно за другим, поглощенное чем-то вроде солнца в небе. Бип. И последнее пространство исчезло. За моей спиной из воздуха снова возникли множество пространств. Теперь я понимаю. Эти пространства на самом деле. Все. И она вырубилась. Ой, ну почему сообщение туда оборвалось? Что Эйштар собирал сказать? Что это за пространство? Вероятно, потому что вчера просто закончилось в этот момент. Ах да, Пайман и правда слышала такой бип из Акаши. Это звук доносился отсюда или из послания? Это из послания. Наверняка пришлось терминалу путешественницы. После звука Эйштар сказала, что последнее пространство исчезло. Путешественница, как думаешь, что это было за последнее пространство? Сумеру. Все причудили пространство, что мы видим за пределами города, схожи в одном. Там нет людей. Было ли это пространство на самом деле реальным? Но разве может это реальное пространство просто взять и исчезнуть? У меня сложилось впечатление, что каждый день в этом сансаре заканчивается только при звуке сигнала из Акаши. И пространство, в котором мы были вчера. Реальный мир. Нет, не так. Ну ладно, вот это пространство, в котором мы были вчера. Ох, так вот в чем дело. После звука последнее пространство Сабзирус также исчезает. И мы переносимся на следующий день. А потом Эйштар упомянула о множестве новых пространств, появляющихся за спиной. Значит, каждый день появляется множество пространств. У Пайман голова округом идет. Что это за пространства такие? Несмотря на все ужасы воины Архонтов, это была всего лишь игра. В которой Архонты сражались за семь престолов. Так что вещи, которые на первый взгляд кажутся странными, или жуткими, в конце концов, могут указывать на маленький и простенький секрет. Англова война Архонтов. Это серьезное сравнение. Секрет. Дай мне имя времени. Мне нужно собраться с мыслями. Эй, ты куда? Приведите мысли в порядок после знакомства городской... Короче, к скамье какой-то надо идти. Возле знакомой городской скамьи. Это рядом с таверной скамья. Хочешь поразмыслить в одиночестве? Ладно, Пайман не будете мешать. Ну и долго ты что-то размышляла. Полдня целых. Танец Сабзеруза вот-вот начнется. Я хочу посмотреть. Танец Сабзеруза. Ну, уже как раз в это время. Ладно, Дуньерзада, ты иди пока сама. А у нас остались еще кое-какие дела. Ладно, увидимся позже. Ты уже поняла, Паштар? Время уходит. Думаю, я знаю ответ. Как здорово, Пайман тоже хочет узнать. Хотя нет, давай сначала встретимся с Нахидой. Так ты сможешь рассказать нам обеим сразу. И на этот раз мы докопаемся до истины. Поговорите с Нахидой. Блин, теперь еще к Нахиде бежать. Нельзя было возле нее постоять и подумать. Зачем туда-сюда бегать-то, а? Чудище. А там пусто. Сцена-то пустая. Ну, наконец-то вы вернулись. Я тут вас уже вечно жду. Судя по вашим лицам. Ты готова сдать вывозный экзамен с Абзеруза? Спрашивайте, наставница Нахида. Для начала тебе удалось найти истину. Нахида сказал, что Акаша работает с помощью сердца Бога. Она воплощение силы и божества мудрости. Она объединяет мудрость его народа и наделяет людей знаниями. Мы уже много раз проживали в Абзеруз. Кажется, праздник попал в бесконечную Сансеру. Все причудливые пространства, что мы видим, за пределами города, схожи в одном и том. Там нет людей. Сны без людей? Эти пространства напоминают мне о снах, как тот, что был у меня в лесу о виде. Только в этих дне следов человеческого присутствия. Луна, иллюзорность и обман. Что же это все означает? Так странно, что сумерцы не видят снов. И с чем я должен сопоставить? Иллюзии? Сны без людей? Истина во сне. Мы все находимся во сне. На самом деле, жители Сумеру могут видеть сны, но Акаша их забирает. Жители Сумеры думают, что они не видят снов. Но истина в том, что Акаша крадет их сны, так? Так все эти безлюдные пространства, украденные и потерявшие их хозяев сны, да? Ничего удивительного, что Иштара описывала их, как причудливые. Значит, люди в Сумере все-таки видят сны. И на самом деле, прямо сейчас мы все вместе живем в одном большинопустном видении. Это правильный ответ. Но почему ты думаешь, что Акаша способна на это? Акаша работает с помощью сердца Бога. Она воплощение силы Божества Мудрости. Она объединяет мудрость всего народа. Уделяет людей знания. Она воплощение силы... Акаша работает с помощью сердца Бога? Нет? Воплощение, что ли, мудрости Божества? А вот, а вот! Те существа, контролирующие сны в лесу, тоже получили свою силу. Это Дендер Архонта, верно? Значит, и Акаша может управлять с нами людей. Но действительно ли Акаша пройдет сны ради сбора мудрости? Не кроется ли за этим нечто большее? Сны фантастичны, сложны и полны воображения. Мозг людей наиболее активен, когда они видят сны. Другими словами, в аснах содержится концентрированная человеческая мудрость. Выходит, это полное противоположность тому, как это понимала Хайпасия. Пайман помнит, как она говорила, что мудрецы считали сны глупыми иллюзиями, и что неспособность видеть сны считается благословением великой властельницы Рукхады Ваты. Значит, все это было ложью? А правда в том, что мудрецы Академии используют Акашу, чтобы завладеть с нами людей для своих целей, верно? И они не собираются на этом останавливаться? А? Судя по всему, вы довольно хорошо разбирались, разобрались с ситуацией. Итак, что же тогда насчет этой сансары? Звук бипа озвечает об операции Акаши, и мы слышим его каждую ночь, хотя мы сняли с себя терминалы. Эти пространства пропадали у меня на глазах, но как только прозвучал этот звук сигнал, материализовалось еще много пространства. В речи великого мудреца. Великий мудрец сказал, празднуйте рождение своей богини сколько угодно. Стоит ли за этим нечто большее? Мой мозг так устал, хотя не так уж много я и думал. Что происходит? Так, вот, наверное, речь? Нет. Скажем, пейзажи исчезали один за другим, но как только прозвучал звук и сигнал, появилось еще больше пространств. Так, ну, сопоставить? Речь великого мудреца? Нет, что ли? Сансара с Абзеруза. Массовое производство снов? Правильно, Акаша поддерживает мозг каждого человека в состоянии сна, но также отделяет его сознание от его собственного сна. Их бестелесные сознания помещаются в коллективный сон Сабзеруз, вместе со всеми остальными, в то время как их сны, непопустые сны, собираются Акаши. Никто не замечает, как во сне проходит еще один день, и начинается еще один цикл сансары. Люди просыпаются от очередного сновидения, а с Абзерузи их снова собираются Акаши, и все начинается снова. Итак, это похоже на фабрику сновидений, а Акаша это машина для сбора снов. Пайман подобрала верную метафору? Очень хорошо, Пайман. Правильное использование метафора, отличная привычка. Итак, тот звук, который мы постоянно слышим, на самом деле исходит от наших реальных терминалов Акаши. Нет никакого проку снимать терминал здесь, внутри сна. Ладно, последний вопрос. Кто я? Дендрархонт. Говорят, алхимическое гадание это божественное откровение Дендрархонт. А если Анахида сравнивает себя с Луной, то... Теперь я думаю, что иллюзорность значит, что мы все спим. Теперь, когда я думаю об этом, не было ли это намеком на обман мудрецами народа Сумеру? Ты луна. Ты? Просто сейчас не время. Да, это может подождать, пока мы не вернемся в реальность. Но если у тебя есть вопросы об этом месте, я с удовольствием на них отвечу. Почему ты просто не сказала нам правду? Они, конечно же, не помнят свою часть времени, не помнят свои сны. И в любом случае, их настоящие сны отнимают у них Акаша. Поэтому всякий раз, когда они просыпаются в этом сне у Сабзерузи, они ничего не помнят из своего предыдущего, такого же сна. Это как тогда, Иштар увидела сон в лесу Авиде, но после пробуждения ничегошеньки не помнила, да? Да, только после получения благословения Денера человек может овладеть силой Денера, обостряющей способность удерживать сновидение. Это объясняет ощущение дежави. Между тем, все остальные понятия не имеют, что они находятся в Сансаре Сабзерузи, а их сны снова отбираются, снова и снова. Расскажи о побочных эффектах. Могут ли люди действительно продолжать спать вечно? Закончится ли это когда-либо? Если да, то когда? Вы уже чувствуете, как устал ваш разум, и это ответ на ваш вопрос. Сон продолжается столько, сколько люди смогут вынести. Слабым и здоровым людям, таких как Дун Ярзада, приходится тяжелее. На карту поставленной жизни людей никто ничего не знает. Мы должны положить этому конец. Почему сон именно в Сабзерузи? Кстати, да, зачем им понадобился мой день рождения для снов? Неужели просто совпадение? Даже ты не знаешь? Вот это да. Мудрецам Академии полны решимости собрать много снов за короткое время. Чего бы это ни стоило? Они должны быть замышляли, что это недоброе. К сожалению, я ничего об этом не знаю. Путешественная, тебе что-то известно об этом? Откуда бы? Сны без людей. Эти пространства напоминают мне о снах, как тот, что был у меня в лесу о виде. Только в этих нет следов человеческого присутствия. Анахиды сказал, что Акаша работает с помощью сердца Бога. Великий Мудрец сказал, празднуйте день рождения своей богини сколько угодно. Не знаю. Празднуйте день рождения своей богини сколько угодно. Неужели? Почему ты просто не сказала нам? Ты уже спрашивала, а я тебе ответил, что это стало бы сильным ударом по вашему рассуду. Теперь, когда вы знаете, что все это сон, надеюсь, этот ответ будет иметь больше смысла. Вы уже слышали о том, что не стоит будить бродящих во сне. Если бы кто-нибудь вам все это рассказал, а не вы узнали сами, ваше представление о реальности и снах необратимого спуталось. Я не могла подвергать вас такому риску. Вот почему я лишь могла давать вам маленький рассказский совет. И мне очень жаль, что мне пришлось заставлять вас гадать. Обмануть народцу миру, не думая об их обезопасности. Что бы они там ни замышляли, этому нет прощения. Как только мы покончим сансары с Абзирузом, мы должны разобраться с этим. Как могут мудрецы Академии делать это за спиной свой урхонт? Это произвол. Все-таки я лишь луна. Настоящего солнца у давно уже нет. Солнце и луна. Нахида, опять эти твои метафоры. Бип. Сегодня у нас больше нет времени. Завтра я расскажу тебе, как освободиться от сансары. Увидимся. Когда это закончится? Доброе утро, Нахида. Пайман все вспомнил. Наверное, стоит говорить доброе утро, маловластинцы кусанали. Ой, Нахида, что с тобой? Ты плохо выглядишь. А где Дунья Резада? Неужели? Боюсь, все, как вы и думаете. Дунья Резада больше нет. Быть того не может. Мы опоздали. Сознание настоящей Дунья Резады действительно исчезло. Оно больше не может выносить постоянного сбора снов. Мы же почти. Пайма не хочет в это верить. Стой, а как же та, другая Дунья Резады? Кто она? Она тоже исчезнет? Она что-то вроде куклы, но не совсем. Сознание настоящей Дунья Резады больше не могло продолжать играть свою роль в этом сне. Тогда появилась другая Дунья Резады, которая заменила ее во сне. Как трава и деревья, так и эта Дунья Резада является лишь кирпичиком сна, который помогает ему выстоять. Но она совсем не похожа на настоящую Дунья Резаду. Так ведь куклы не гибкие, и у них нет той жизненной силы, что присущей человеку. Это просто оболочка. Кстати, прежняя Дунья Резада мало чем отличалась от куклы. Дунья Резада искренне верила, что встретила тебя в своем сознании, и именно ты вдохновила ее. Значит, ты еще помнишь ее? Да, в семье ее слишком опекали, и никому не было дела до того, что у нее на душе. Словно она жила лишь для того, чтобы бороться с Элиэзаром. Я просто дала ей немного мудрости, чтобы она могла взглянуть на жизнь по-новому, чтобы она могла быть собой, но даже так она все равно. Для нее это было очень важно. Да где там? Мне еще далеко до настоящего Архонта. Я даже не смогла спасти ее. Если бы я и правда была хоть на что-то способным Архонтом, разве позволила бы я своей самой преданной почитательнице вот так вот покинуть этот мир, Сабзирус? Не вини себя, Нахида, это все дело рук мудрецов. Я не виню себя, я рационально оценив расстояние между мной и настоящим Архонтом. Но перестань, и у настоящих Архонтов бывают плохие времена. Чтобы подобная трагедия не повторилась, нам нужно как можно скорее выбраться из Сансары. И как нам это сделать? Хоть этот сон о Сабзируси находится под контролем Акаши, только люди способны видеть сны. Даже Акаши не в состоянии создать их. Это означает, что этот сон принадлежит хозяину, который его создал. И как нам найти этого человека? Поскольку это чей-то сон, все происходящее здесь исходит из глубин сознания этого человека. И силой своего воображения он может изменить все. Воображение? Что это значит? Воображение это то, что вырывается из круга привычных вещей. Например, в трактире тебе подают тарелку, и ты, наконец, ожидаешь, что там окажется еда. Но если ты, хозяйка сновидения, осознаешь, что спишь, тогда ты поредставляешь на тарелке золото или моро. Мир сновидений подстроится, тебе действительно принесут на тарелке золото или моро. Но сейчас наш хозяин не осознает, что это сон. Сколько тарелку не подавает, там всегда будет еда. И что делать, когда мы найдем хозяина? Найдите способ оставить этого человека осознать, что он видит сон. Обычно в такие моменты сновидец просыпается, и сансара прерывается. А как же нам его найти? Сколько людей вокруг? Это как искать иголку в стогу седа. А даже если найдем, то ведь наверняка не просто будет его убедить, что он спит и видит сон. И вообще, как нам говорится, нельзя будет лунатиков. Это и правда не просто. Но сейчас только вам это под силу. Все, что сделала она раньше, было сделано для того, чтобы найти хозяина сна и завершить сансар. А я на это время покину город. Покинешь город, ты отправляешься в мир сновидений, как путешественница? Да, я хочу попробовать. Должна же быть хоть хотя бы малейшая возможность. Поторопитесь. Сны должны быть фантастическими, романтическими, полны приятных сюрпризов. Ненужное, подобное этой сансаре, должно закончиться. Ох, Паймани может с этим смириться. Мы столько сделали для Дуни Арзады. Она была таким хорошим человеком с простыми желаниями, но судьба жесток обошла с ней. У меня руки опустились. Да, стремение спасти Дуни Арзаду придавало нам сил. Иштар, нам нужно взять тебя в руки. Дуни Арзад хотела бы, чтобы мы спасли как можно больше людей. Давай покончим с этой сансар ради нее. Интересно, может ли быть, что мудрецы сделали хозяин сновидений кого-то из своих? Ну, чтобы легче было контролировать. Вряд ли. Интересно, тогда бы этот человек осознавал, что видит сон. Несведомленным человеку куда сложнее понять, что это сон. Ух, верно. Это уже не говоря о том, что мудрецам было бы сложно предвидеть нас и Нахиду. Как думаешь, кто может быть хозяин сновидений? Это рыцарь цветов фальс? Да, точно, ведь рыцарь цветов символ Сабзеруза. Он особенный персонаж. Пойдем его расспросим. А вы уверены насчет него? Блин, уже два часа вот это вот происходит. И главу записываю. Офигеть. Обычно на полтора часа занимать сюжетные главы. А тут два часа. Ну, значит, впереди еще целый час минимум. Судя по всему. Ой, а вот и снова вы убежали так поспешно. Я даже подумал, не случилось ли чего. Ну, сложно объяснить. В общем, давай мы вместе с тобой проведем эксперимент, хорошо? Эксперимент? Чудно это. А что делать надо? Загадай желание. А тебе представь, что твое желание сбывается. Желание? А что нас Абзерузе теперь и желание загадывают? Меньше спрашивай, а больше загадывай. Ладно, ладно. Я желаю... Ох, неловко так как говорить. Желаю, чтобы госпожа Дуниерзада была счастлива. Ох. Я заметил, что она когда грустная. Ни на кого внимания не обращает. Но раньше она была нежная и отзывчивая. Ее все детишки любили. Я еще подумал, может быть, она попросила меня сыграть рыцаря Святого Фариса. Потому что я что-то значу для нее. Так ты, тебе нравится Дуниерзада? Ой, так и заметно, да? Вот теперь точно заметно. Помню, она сказала, я хочу, чтобы на Абзерузе все были счастливы. И дала мне шапку рыцаря цветов. Но она не знала, что мне не волнует настоящее настроение других. В тот миг я хотел быть ее рыцарем цветов. Все оставшуюся жизнь. Еще 50 лет или даже 100. Я бы служил ей до конца скончания времен. Очень неловко вышло. Мне показалось, что это удачный момент. Облегчий душу. Вот стыдобата. Ну ладно, я хочу, чтобы госпожа Дуниерзада появилась передо мной с улыбкой. Я загадываю желание. Пусть оно сбудется, пусть оно сбудется. А вот и не сбудется. Я открою глаза. Ух, это же... Что? Это же малышка Паки, извини. Но каждому положено только по одной порции сладостей, как вбих. Иди-ка ты домой. Ха, отличная попытка. Не берите в голову. Ей не нужно появляться передо мной. Лишь бы она была счастлива. Ох, кажется, у них хозяин сновидений. Но так... Не так-то легко его найти. А не нашли это сон? Мне интересно. Или... Все любили Дуниерзаду, но никто не догадывался, что она... Госпожа, отойдите. Это голос Дуниерзаду, точно именно в это время Дуниерзаду столкнулась с похитителя. Я им покажу. Но Дуниерзаду я и сама справиться. Эй, Штар. Кому ты что показать хочешь? Венесик месту проживания. Мне кажется, их в этот раз больше. А, это ты? Очень вовремя, пожалуйста. Уведи, госпожу, я разберусь с этим. Эй, это моя работа. Это не тебе платят, Семяко Майяне. Не мили ерунды. Ладно, ладно, что ты так злишься? Я вовсе не сомневаюсь в твоих способностях. Ладно, будь осторожны. Помощница, значит. Ну, сейчас ты у нас попляшешь. Ну, короче, нафиг идите. Так, она помер, вроде бы. Ну, а с тобой так, с Бейдол справимся. Ага, не попал. А, еще есть? Да, что ж вы будете делать? Ну, че все разделились-то? Да блин, это пись. Ну, давайте. все наконец-то и штар так ты же сейчас сорвала злость на этих бандитах да я злюсь на себя ухты нахи да ты нельзя да не хотел бы видеть вас такими кстати пойму к что вспомнил помнишь во время первого сабзеруза когда сансара еще не началась мы пришли сюда потому что дуни разада хотела что-то взять я сказала что забыла кое-что точно я уже и забыл а у поймает личная память память помнить что она живет здесь она и накануне сабзеруза это говорила наверняка это зацепка но даже если это всего лишь крошечная зацепка это лучше чем искать иголку стоги сена как сейчас вот это место входить в чужой дом без разрешения вежливо но отчаянное время натрирует в чайных мер а уж не сон ли это самой дуни разады и кажется окно плохо закрыто прямо сейчас залезет воришка дам ушница пойман проникает в комнату и спустя какое-то время вылетает обратно держа что-то в руках это ее временное пристанище там почти ничего нет но эта книга лежала на столе на самом видном месте загляни внутрь спустя почти 16 дней она не смогла дописать эти заметки как раз накануне сабзеруза как только фестиваль закончится вы спаем и наверно продолжите свои путешествия поэтому я надеялась что успею передать их вам это сборник народных легенд амала властелин закусанале который я составил расспрашивая жителей суммир во время подготовки фестиваля я просил ему людей но очень немногим известно хоть что-нибудь амала властелин закус чё я не знаю что это сейчас было но я из ряда так бомбанул и перепугался какие-то сервер почему-то полетел или чули со день сервером пропала я пытался восстановить его несколько раз и только минут через десять удалось снова войти в игру я уж боялся что заново придется все эти за все это задание проходить самого начала ну к счастью нет с того момента все началось того момент где мы победили там этих бандюков ладно все что можно продолжать так это сборник народных легенд амала властелин закусанале который я составила расспрашивая жителей суммир во время подготовки фестиваля я просил ему людей но очень немногим известно хоть что-нибудь амала властелин закусал кусанале надеюсь эти истории помогут вам найти мало властелин закусанале однажды истории воды в ганд харви загрязнили с источник воды в ган харви загрязнился и люди были вынуждены ходить за воду очень далеко но спустя какое-то время мы обнаружили что вода в источнике снова стала пригодна для питья предыдущей ночью кто-то видел возле источника зеленое свечение все верят что это было мало властелин закусанале звучит вполне убедительно очистка воды естественным путем занимает много времени неужели мало властелин закусанале бывало в ган харви после того как мама покинула этот мир я стал очень бояться темноты и ночами не мог уснуть но однажды услышал голос который говорил со мной пока я не заснул соседка сказала что это мало властелин закусанале явила мне свою милость бедный мальчик я надеюсь что совзиру сделает вам немного счастливее это очень похоже на то что я пережила когда-то как же добра мало властелин закусанале однажды в подпитие я не мог найти дорогу домой свернув за угол я увидел мало властелин закусанале она показалась мне очень высокой сильной она поймала меня когда я подскользнулся едва не упал на следующее утро я обнаружил что всю ночь проспал под деревом уверенного мне позаботилась мало властелин закусанале не думаю что этому рассказу стоит верить он мог просто наткнуться на дерево записи с народным легендами дополнены комментарии дуньярзада густо усеивают каждую страницу это дуньярзада писала она всегда она вспомнила даже когда мы были в порт-ормосе а ведь она была занята подготовкой сабзируса ее здоровье составляло желать лучшего должна быть она хотела сделать нам подарок на сабзирус если бы мы нашли эту книгу мы бы так и не узнали теперь мы знаем много но благодаря уже благодарить уже некого дуньярзада и куда ты вот опять кстати я думаю что дуньярзада все еще жива просто она сейчас из-за своего крайне плохого состояния не может погрузиться в сон скорее всего ну да и скорее всего ей она уже на последнем вздыхание но шансы и увидеть все еще у нас есть по моему я думаю это как раз ее сон сейчас ведет буду не разада это куклы не разады станет легче если произнести вслух спасибо тебе не этапа или все-таки это что сон сама и штар или нет я не могу понять чьи ты устал подумать только мы уже так долго здесь торчим кажется мы весело болтались дуньярзады целую вечность назад парман еще помнит как мы сидели здесь и глазели глаза ее сияли когда она говорила о танце сабзирус нилу я уже почти не помню в жизни всегда есть место разочарования но я знаю что смысл существования не в сожалениях верно это не кукла что ли получается это сказал настоящий дуньярзада неужели дуньярзада а и штар что с тобой кажется это все та же кукла но как смысл не в сожалениях пойдем поймем что куда опять идем смотреть танец сабзирус танец сабзирус его же не должно быть если ты продолжишь подобном духе то нам придется провести расследование в отношении всех организаторов о или этот сон нилу великий мудрец и так проявил снисходительности я советую тебе знать меру но как же так это а может это сон нилу который сожалеет о том что не смогла станцевать для ду для дуньярзады ох путешественник не надо за меня заступаться это же мудрец из академии не нужно тебя в это втягивать путешественница ты что делаешь и штар если нас хватит академии то мы просто потеряем сегодняшний день ой они не реагируют испугались значит они куклы ох если ты замысл мудрецов то они не стали бы сами проходить через все это значит они тоже поддельные что происходит что с великим мудрецом погоди что это за цветы такие поди сары это символ божества цветов как жаль что настоящий поди сары ушли из этого мира вслед за божеством цветов верно великая вели властительница рук хады вата воссоздала поди сары в память о ушедшем божестве цветов но она так и не смогла повторить прекрасный пурпур тех цветов какой прекрасный пурпур это же легендарные поди сары поди сары а я даже не заметил неужели дуны разада мне принесла но разве вы не говорили что эти цветы исчезли после гибели богини цветов неужели исчезли что же здесь происходит нилу закрой глаза представь что здесь нет мудреца его свиты вы такие странные ладно я попробую все-таки это и вправду ее ее сон и исчезли оказывается хозяин сна это нилу вот так сюрприз пурпурных поди сара давно уже не существует в мире но подсознание лу они могли бы появиться и украсить сцену как в примере нахиды люди думают что на тарелке будет и да анила полагает что в горшочках вполне могла бы быть настоящие поди сары поэтому когда ты увидел цветы то сразу поняла что это не именно но чтобы разорвать сансару нам нужно чтобы хозяин сознал что он видит сон как мы убедим в этом него я вижу сон ой как ты до этого додумалась это правда это мало ластинского соналия от книглас на наш сабзирус наверное но что-то в этом есть суть в том почему ты вдруг решила что это сон ведь ты знаешь что сумерцы не видят снов верно слышали вы историю о первом мудреце чтобы избавиться от бедствия он отправился на поиски дендро архонта пойма знает эту историю и и нам рассказала дуны разада когда мы только приехали в сумеру так это был первый мудрец да но историю которые слышали вы он еще не стал первым мудрецом и у этой истории из продолжения его и благочесть и мудрость были признаны дендро архонтом и она наконец-то дала ему свое благословение первый мудрец был очарован предстоящий приставшим перед ним невероятным зрелищем как будто все знания мира были начертаны на холсте но спустя какое-то время он уже усвоил все знания которые мог понять и тогда он сказал дендер архонт я скачаю скучаю по своим родителям жене и детям я уже давно вдали от дома и они очень волнуются дендер архонт улыбнулась и следующий миг мудрец очутился у себя в кровать словом только что пробудился ото сна жена что лежала под у него сказала сегодня ты отправляешься на поиски дендер архонта счастлива тебе пути любимый позже первый мудрец справился со множеством бедствий всю меру и основал академию и была эта величайшая радость то есть первому мудрецу это все приснилось он даже никуда не ходил да но возможно за его преданность и решимость дендер архонт благословила его сно пойман понимает о чем-то это очень занятная ассоциация но нам скоро предстоит проснуться прямо как тому мудрецу из истории разнил уже все осознала то этот сон скоро закончится вот как ну и хорошо ведь сабзирус тоже уже подходит концу станцию нил другой возможности не будет и раз уж мы во сне то можно станцевать последний танец сабзирус еще прекраснее да станцию нам от всей души да в реальности бы она вряд ли так станцевала поди время настало ауду нарезада жалко что этого не видит я посвящаю это танец сабзирус нашей богини было бы ложью отрицать мне хотелось бы посмотреть выступление нилу что-то мне грустно стало а а а это чё может от настоящая дуна резада вдруг пришла в этот сон ну и чё мы наконец вылезли сна ух доброе утро и штар кажется мы так долго проспали как же голова болит поймать голова такая тяжелая мы долго спали да как мы вообще вчера спать легли поймать думать что сабзирус закончился и сабзирус мы ведь уже выбрались из сансары сабзируса я вспомнила скорее с ними свой терминала каши концерт танца я видела пойдем к турниры сзади интересно каком она состоянии то это дуня блин тяжеловато произносить ее имя а ее нету здесь есть здесь нет что случилось идем на обычное место а это куда куда найдите дуня ирзаду дуня проще дуня говорить чем полностью а это то где мы с нахидой разговаривали он их правда здесь дуня здесь отличная работа путешественница и пойман и спасибо тебе дуня ирзада что помогла им не организовать сабзирус скажи пожалуйста не задаст твой все в порядке не пугай нас так и путешественниц малышкой пойман я вам сейчас такое расскажу мне сейчас приснилось как нилу исполнять танец абзирус все-таки ты правда она была на самом деле там задание выполнил 100 свежих роз и чё всё на этом конец что ли это неожиданно голова вторая нет все еще и голова по мою 2 все еще идет вырыть из сансары завершите 100 свежих роз что я не догнал погоди так ну давай поговорим с ней с катериной видимо продолжение еще квест так ты на самом деле на хида а пойман говорил что катерина на сабзируси была какой-то странный и дуня ирзада это ты ее спасла это долгая история не будем ее тревожить она еще очень слабо давайте поговорим другом месте как насчет той полюбившиеся путешественницы скамейки так ну пойдем на скамейку где она там правда значит на хида предпритворилась катериной а где настоящая катерина тогда чудо давай сначала поговорим о дуне ирзаде как хорошо что она в порядке до посуду как мы разделились последний сабзирус я пошла за город увидела то что описывал путешественницы среди бесчисленных сведения нашла одно которое истончалось и это подтвердило мою догадку когда дуне ирзада больше не могла выносить как и каша собирает весны и сознание начало рассеиваться и выходить из-под контроля акаш но целевший осколок сознания не смог бы продержаться долго и он вернулся принадлежащие ему сновидения сознание истончалось вместе с миром сновидений это продолжалось бы пока они не исчезли окончательно я сделал все чтобы сохранить сновидение но так не могла долго продолжаться что что вам удалось выйти из сансары последний момент нам все-таки удалось спасти дуне ирзаду это настоящее чудо и почему так довольно улыбаетесь я полагала что такой волнующий момент нужно плакать пожалуйста мне стоит больше времени делить наблюдения за человеческими за человеческими эмоциями можно и улыбаться и плакать это заветит человека ладно у вас много вопросов да вы спасли мою почитательницу и взамен я отвечу на ваш вопрос что мне приснилось в лесу авидия в лесу авидия было такое благовоние от которой штар потерял сознание увидела вас не огромное дерево и красное небо и ты услышала голос да голос произнес мир и забудь меня точно так ты знаешь а мы как раз хотели спросить какая связь между красным небом и кэнриах путешественница по видимо установила связь сыры и сыр минсуле это должно быть послание оставлено осколками сознание великой властительница рук когда там ее бюр минсули или возможно ее последние воспоминания перед смертью как вам должна быть известно некая власти великый властинца рук исчезла после бедствия в кэнриарх время совпадает и ваши подозрения не обосновательный не бис основательно это послание великой властине vap а мы-то думали что это от алого короля? Алый король, архонт, погибший намного раньше. Некоторые жители пустыни до сих пор поклоняются ему. Наверное, от них отходят слухи, что дошли и до вас. И что же тогда означает это послание? Я пока не могу его трактовать. Даже с нынешней возможностями Акаши это невозможно. Сознание великой властинцы рук, оставшейся в Урминсуле, как будто было заражено и таит в себе очень опасную ауру. Многие ученые, установившие с ним связь, впали безумие. Я много раз предупреждал Академию, но люди все равно становятся жертвами. Однако я верю, что это ключ к спасению Урминсуля, поэтому я ему не оставляю попыток истолковать послание. Так дерево видения это Урминсуль? Тигнари тоже сказал, что Урминсуль заболел. Это из-за загрязненного сознания. Но даже ты не знаешь смысла видения, значит наши поиски были напрасны. Путешественнице удалось соприкоснуться с этим сознанием и не попасть под влияние. Такого я еще не видела. Возможно вместе мы сможем истолковать. Нет, мы просто обязаны разгадать эту тайну. Я уже исключила все факторы, которые могли повлиять на Урминсуль, кроме этого. И от этой загадки зависит существование Урминсуля, существование всего Таевата. Почему ты выглядишь как Катерина? Скажем так, с помощью Акаши я временно заняла сознание Катерины. Как же так, бедная Катерина? Ты можешь захватывать сознание других людей? Теоретически я могу залезть в голову любого, кто носит терминал Акаши. Акаши – это наследие великой властинцы рук, а я лишь малая властинца кусаналий. И первый терминал Акаши. Мое сознание связано с Акаши. Я всегда уважал свободу воли моего народа, поэтому я никогда по-настоящему не занимал их сознание. Когда это неходимо, я просто одалживаю эту бионическую куклу из Снежины. Ух, стой, мы что, только что узнали какую-то глубокую темную тайну? Значит, Катерина? Павел всегда чувствовал, что с ней что-то не так. А как же твое собственное тело? Зачем тебе другие люди? Разве ты не живешь в собственном храме Сурастана? Это случилось давно-давно. Когда великая властинца рук исчезла, мудрецы отыскали меня только что родившуюся и привезли обратно в Сумеру. Я тогда была совершенно бессильной крохой. Ради моей безопасности они поместили меня в храм Сурастаны, и больше я о них почти не слышала. Но мне было понятно, что мудрецы жаждали отыскать великую властинцу рук, а не меня, чье существование доказывало, что рук больше нет. Так значит, мудрецы посадили своего нового архонта под домашний арест? Да как они посмели? Нахида, почему ты их не проучила? В чем-то они были правы. Великая властинца рук была всеведущая, всемогущая, и даже после смерти Акаши все еще дарует силу святому народу. А я? Мне далеко до божества мудрости, академии искусственного управления страной, и мое присутствие не имеет большого значения. А мне кажется, ты прекрасный архонт. Да, Анахида, у тебя уже так много прочитать в Почитателе. Ты же видела на Сабзерузе, как много людей тебя любит. Ох, спасибо за ваши добрые слова. Однако, мое сознание соединяется Акаши. Мне не нужна физическая свобода. Спасти Ирмин Сурь – моя миссия и первостепенное дело. Я не оставлю своих попыток, а еще буду стараться стать настоящим божеством. Время от времени я буду брать на себя обязанности божеством мудрости и просвещать заблудший душ. Этого должно быть достаточно. Расскажи мне о плане мудрецов из Академии. Академия всегда хорошо правила Сумеру. Первый раз на моей памяти они сбились с пути. Интересно, что же произошло? Почему они решились на такой шаг? Хотя жители города не заметили ничего необычного, но ситуация могла бы выйти из-под контроля, если бы путешественница не разорвала Сансару, с Абзеруза. Я пыталась провести расследование в Акаше, но не нашла ничего подозрительного. Те, кто меня интересовал, не носят терминал. Думаю, они намеренно что-то скрывают. Пайман вспомнил, что в Ганхарве мудрецы пригласили Тигнари поучаствовать в каком-то проекте. Неужели это было? В общем, мне нужно раскрыть намерение мудрецов все исправить, а их искренне наказать. Так бы, только бы не вызвать подозрения. А люди не заметили проблем с Акашей? Ты о том, что Акаша отнимает сны? Да, столько времени прошло, а никого это не смутило. Дело не в том, что они не замечают. Их это просто не волнует. И причина тому – ложь мудрецов. Ложь? Мудрец убедили всех, что неспособность видеть сны является признаком рациональности и мудрости. Не видеть сны – повод для гордости в сумеру, даже если правда заключается в том, что их сны пожинает Акаша. Так мудрецы могут максимально использовать Акашу для своих исследований. К тому же, когда великая властенца Рук создавала Акашу, она надеялась использовать все ее возможности, поэтому никогда не имела против этого серьезного возразражения. И вот так точка зрения, превозглашенная мудрецами, заглушила их голос сомнений. Сейчас даже те, кто никогда не пользовался терминалами Акаши, считают слишком постыдным и неловким говорить о своих снах. У меня больше нет вопросов. Славно, надеюсь, мои ответы удовлетворили, восскатели мудрости. Если честно, поддержание исчезающего сознания Дэндуэйрзада исчерпало мои духовные силы. Полагаю, мне нужно отдохнуть. Пока нам не нужно беспокоиться о мудрецах, Акаши пока не под силу повторить такой сумасштабный проект, как Сансара с Абзеруза. Да, иди спать, а мы тут разберемся. Какое облегчение? Ох, это был самый утомительный мой день рождения. Эй, путешествия, Супайман, как я здесь оказалась? Вы знаете? Ну, ходили во сне? Ты же знаешь, что нельзя будить бродячие во сне, поэтому мы проходили мимо и решили подождать, пока ты проснешься. Вот оно как. Что ж, надо будет заглянуть к ремонтникам на досуге. Ну, я в порядке, мне пора обратно. Спасибо вам. Мы уже так давно в Сумеру. И вот это, вот, а вот этот маловослинский устанализ самого нашей последней встречи совсем ничего не... Ай, блин, это уже другой квест. Не слышно. Эх, ну, не ждать же нам попросту. Давай сходим к Катерине, хоть делаем, каким займемся. Ну, это уже, походу, совсем другой квест начался, да. Ну, вот, наконец-то у нас и закончилась эта глава, затянувшаяся на целых добрых три часа. Ну, я, конечно, разобью ее на три части, как-нибудь постараюсь разбить. Всем спасибо, всем пока!